Здравствуйте! Сегодня я хочу продолжить второй урок на тему того, что такое ад, что он из себя представляет, для кого он приготовлен и что происходит в аду. На первом уроке мы выяснили, что ад – это темное мрачное место, куда сходят души грешников. Также мы выяснили, что ад имеет два значения в Писании. Одно из этих значений – ад, означает естественную могилу, куда человек идет по плоти, когда умирает. И второе значение, что ад – это духовная тюрьма, это темница для человека, в которой он находится до дня своего суда. Также мы выяснили с предыдущего урока, что ад был уготован, ад – озеро огненное, ад – вечный огонь, был уготован для дьявола и для его ангелов, так сказал Иисус Христос. Мы видим, что ад – это темница, или другими словами, тюрьма для нераскаянных грешников, для всех блудников, богохульников. И также это тюрьма для бесов. Некоторые бесы, мы увидели, они уже находятся в преисподней. Сами бесы, также мы увидели, боятся ада, потому что они просили Иисуса Христа, чтобы он их не изгонял в бездну. По этой причине мы видим, что ад – это ужасное место не только для самого человека, но и для демонов, которые там находятся, связанные до суда. Сегодня я хочу разобрать два местописания, касающиеся ада. И начнем с книги Марка, где Иисус Христос говорит такие слова. Он говорит о соблазнах и грехах, которые совершают люди. Говорит, ну можно взять 44 стих, например, и прочитать можно до конца, но я не буду все читать до конца, я просто выделю пару основных моментов, чтобы сильно не растягивать. К примеру, а кто соблазнит одного из малых этих верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили его мельничный жернов, ну камень на шею, бросили в море. «Если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее, лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает». Итак, ниже Иисус Христос повторяет, что в гиене, то есть в аду или в преисподней, находится огонь, и в этой гиене находятся люди, которых червь не умирает. Итак, что же это за червь? Некоторые христиане думают, что это естественные червяки, которые в мясе, в земле, которые заводятся в протухшем мясе и так далее, и вот эти червяки разъедают. Но вы поймите, что в духе человеческом, в душе человеческой, у нее нет у души мяса, поэтому, соответственно, в буквальном смысле червяки там быть никакие не могут. То есть здесь говорится о черве, который не умирает в этой гиене. Червь, насколько я это вижу, это тот грех, тот соблазн, это те соблазны, которые перечисляет Иисус Христос. Это те грехи, которые, как червь, разъедают человека изнутри, и он мучается от этого червя, от этого греха. То есть он мучается там в пламени, он мучается там во мраке, потому что он находится в состоянии безысходности и потерянности. Само даже одно место пребывания в Аде уже само по себе является ужасающим и катастрофическим для человека, равно как и для бесов. Поэтому человек там мучается в гиене огненной, он мучается. И этот червь, это грех, который его соблазнял и который он на земле совершал с ненасытимостью и получал удовольствие от этого греха, то в Аде этот грех разъедает его подобно червю изнутри. Поэтому это духовное мучение души, которая мучается от того греха, который она совершала в жизни. Дальше обратимся к книге Луки, это 16 глава, когда Иисус рассказывает притчу. Заметьте, что Иисус часто приводил обычные примеры или аллегорические, или в притчах говорил. Давайте мы обратимся насчет Лазаря, посмотрим и богача. То есть мы видим, что богач и Лазарь жили эти люди, оба умерли, как Иисус говорит. 22 стих. Умер нищий, отнесен был ангелами на лоно Авраама, умер и богач, и похоронили его. В Аде, будучи в муках, он поднял свои глаза и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. Возапив сказал, Авраам, умилосердис надо мной, пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени этом. Так вот, мы видим, что богач, он мучился в пламени. Ну, наверное, он мучился не за то, что он был богатый, а за то, что он грешил и, может быть, был жадный, я не знаю. То есть, богач однозначно не за богатство туда попал, а за грехи свои. Так вот, богач мучился там в аду. Нигде ни Иисус Христос, ни апостолы, ни Ветхий, ни Новый Завет не учат, что бесы издевались над богачом, что бесы там его жарили, что бесы там его мучили, что бесы там над ним издевались. Нет, но говорится о муках души. Итак, мы видим, что эта душа мучилась там, мучилась в этом пламени. То же самое, как Иисус говорит о гиене мы увидели, то есть человек в огне неугасимом. Заметьте, что в гиене огненной мучаются не только люди, но и бесы. В первом уроке я приводил места Писания, говорящие об этом. Так что, друзья мои, нигде, запомните, во всем Писании не существует такого, что бесы мучают людей в аду. Этого нет. Души мучаются там, будучи связанные, скованные, в огне находятся. Также этот адский огонь, он приготовлен для дьявола, Иисус Христос сказал, и для его ангелов. Христиане некоторые решили, что вот царство небесное, в нем царствует Христос. В нем это Божье царство, и это правда. А потом, непонятно с чего, они решили, что царство дьявола это ад. И они решили, что дьявол, как царь, находится в аду, там у него в аду трон, и там в аду дьявол имеет в подчинении бесов. И значит, вот бесы, они, будучи как смотрители в тюрьме, значит, по камерам ходят, там истязают, мучают людей в аду, и дьявол в аду царствует. Это неправда. Нету такого учения во всем Писании. Нету. Ад это не место царствования дьявола. Ад это тюрьма для дьявола, где он сам будет мучиться. Пока дьявол бегает на свободе, и некоторые его бесы бегают на свободе, хотя суд им уже давно готов. Сатана будет связан на тысячелет, как говорится, брошен в бездну, то есть в ад. Он будет там в аду находиться. Пока он здесь на земле с падшими ангелами. Друзья, вникайте в Писание, вникайте в себя, в учение Господнее, и не обманывайтесь. Раньше я тоже так считал, как и все христиане, что ад это царство дьявола, где дьявол царствует, а Бог царствует на небесах. И вот царство у дьявола в аду, а у Бога в небесах. Это неправда. У дьявола в аду нету вообще никакого царства. Ад это темница, это тюрьма. Дьявол царствует вот здесь, на земле. Сказано, он князь этого века. А ад ему приготовлен. Приготовлена ему тюрьма. И для его бесов. И для тех, кто во грехе находится. Я думаю, что я довольно таки просто объяснил насчет червей, насчет лона Авраамова. Никто там никого не мучил. Вот и все. То есть грешники там находились, мучились или в пламени, или просто там во мраке. То есть я думаю, там различные места, различные, так сказать, ячейки или камеры, где находятся люди отдельно, бесы отдельно. И те или иные там все-таки находятся. Это явно видно по Писанию. До. Су. Да. Дальше они будут приговорены, осуждены, как апостол Павел говорил церкви. Или вы не знаете, что мы будем судить ангелов? То есть каких ангелов? От падших ангелов, то есть бесов. Мы будем реально судить бесов, потому что бесы это падшие ангелы. Верующие во Христа будут судить падших ангелов, бесов и вместе с их предводителем Люцифером, Сатаной. Это факт. Такое учение Писания. Друзья, будьте благословенны, будьте мудры и дома сами изучите, прочитайте то, что я вам сказал. Все, на мой взгляд, слишком просто. Всех вам благ и в Господе нашем Иисусе Христе. Аминь. Спасибо.